Прокус-экспо Но не все, конечно, было так просто. Перед чемпионатом ребята активно тренировались. Самый пик работы пришелся на новогодние каникулы. Все праздники абсолютно не занимались. То есть мы приходили на танцы, занимались, потом возвращались домой и сразу возвращались обратно. И так у нас проходили все праздники полностью. То есть с утра до вечера мы были в зале. Это не первая победа, но мы считаем, что это одна из главных побед. Впрочем, подготовка велась не только в зале. В студии звукозаписи специально к выступлению младшей группы записывали музыкальное сопровождение. Для обеих команд шились на заказ одинаковые костюмы, закупались аксессуары. Важна настолько одинаковая синхронность не только в движениях, но и в платьях. У нас одинаковые носки. Мальчиков даже стригли в один день всех. Абсолютно одинаково. Прически мы начинали делать с четырех утра, потому что все девочки были там камушек, камушек накрашены. Свой вклад в победу внесли не только ребята, но и их родители. Они активно помогали педагогам, вместе рисовали плакаты, создавали группы поддержки. Именно в сплоченной работе тренеров, детей и родителей руководитель звездного вальса Игорь Турукин видит секрет успеха. Ну а родители уверены, танцы – это не только пластичность и гибкость. Это настоящая школа ответственности и самостоятельности. Ребенок просто летел на эти тренировки. Он знал, когда ему нужно быть, где, во сколько. Это такой вид спорта, который заставляет ребенка быть собранным, потому что ты не можешь быть несобранным и танцевать какие-то элементы. И это переносится в жизнь. Воспитанникам звездного вальса удалось обойти более 20 команд соперников из Москвы и области и стать лучшими из лучших. Но это лишь начало их звездного пути. Впереди – следующая ступень соревнований. Мы готовимся серьезнее, потому что это мероприятие будет еще серьезнее, чем то. Потому что это был чемпионат Москвы, а это будет уже Россия. Ребята надеются попасть в тройку лидеров на чемпионате России, победа в котором откроет юным спортсменам двери на главные соревнования – чемпионат мира. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Винное ТВ